Владимир Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Мы рады вас видеть на Ульяновской земле. И первый день уже прошел, сейчас второй день кинофестиваля. Кинофестиваль юбилейный, 15-й. И, собственно, пять лет, как вы возглавляете его, являетесь президентом кинофестиваля. Первые эмоции, впечатления. Вот вы сказали, что Ульяновск и этот фестиваль от всей души, они как бы созданы друг для друга. Вот хорошая фраза, мне кажется. Вы знаете, я это сказал не для красного словца, честно говоря. И это, казалось бы, простая, очевидная достаточно мысль пришла мне именно в это посещение. На этом фестивале мы когда-то с женой по набережной, красивейшая набережная, и он по набережной вдруг понимает вообще все, вот все, атмосфера какая-то плюс. Не просто какие-то красоты, просто какая-то вот в воздухе вещающая, это Волга, это все вот. И мне вот эта очевидная и простая мысль пришла в голову, что вот они правда созданы. Еще раз подчеркиваю, это я не придумывал красивые слова. Это вот родилось просто. У меня родился вот такой топот, что это вот переплетенные такие какие-то явления. И город уникальный, и уникальнейший совершенно фестиваль. И вот тут, видите, 15-летие совпало с тем, что год объявлен семьи и так далее и тому подобное. Но я тоже это уже сказал и хочу повторить. Ну понятно, декады объявляются, года объявляются. Это само по себе хорошо и замечательно, но наш фестиваль занимается этим уже 15 лет. Понимаете? И вот это значительно важнее, когда этим занимается фестиваль постоянно. На самом деле это непростая тема. Отказалась простая тема для семьи. Мне кажется, упрощение такое. Но и время диктует свои какие-то новые контексты. Да и год на год не выпадает и урожайность фильмов. Ну и вообще вот у нас сегодня будет круглый стол. Мы как-то будем сказать, а что это такое? Что за явление это семейное кино? Мне кажется, любопытная сама по себе тема. Что мы под этим подозреваем? Да, а вот на российском пространстве. Понятно, что сюда стараются привезти именно те, которые связаны с семейными ценностями фильмов. А на российском пространстве вот насколько больше стало таких фильмов? Ну, знаете, сейчас же это как бы стало принципиальной такой позицией. И даже в фонде кино, когда подаются, это отдельная, что называется, программа рассматривается. Кино для детей и семейного просмотра. Это даже конкурс отдельный в фонде кино. Поэтому, если взять список даже, то он будет довольно длинный. Есть, очевидно, супер успешные проекты, скажем, как «Чебурашка», «Последний богаты». Есть перманентный такие вот продюсер Сильянов, мой товарищ очень хороший. Он вот анимацией занимается, у него особенности. И как раз вот он проделал такую работу замечательную. Тогда, когда, ну, знаете, вот все эти... Я не против этих зарубежных всех этих супергероев. Я не это имею в виду, я не знаю. Но они как бы вытеснили из нашего пространства наших. И вот Сильянов, мне кажется, делает замечательную работу. И сейчас процесс идет возвращение вот наших фольклор, вот в эту вот нашу реальность, вот в этих наших сказочных героев. Потому что это даже не вопрос патриотизма какого-то. Это естественный вопрос, потому что наша мудрость, это наша мудрость, вы знаете, она отличается. Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что, вы знаете, вы нигде не найдете такой формулировки. Она у нас со счастливым концом, что называется. Вот, всегда есть драматургия. Хоть щука, хоть стрела, лягушка, понимаете? Это такая естественная мудрость, которая как раз вот усваивается подсознанием. Не просто, вот, знаешь, делай, убедите себя хорошо. Нет, имеется в виду, как раз за достаточно сложной драматургии, с испытаниями всяческими. Это вот очень хороший процесс современный, я считаю. Возвращение нашего фольклора, кроме всего прочего. Но это только часть. Конечно, есть и темы, и более, может, актуальные отчасти. Хотя нет, неправильная формулировка. Это современная жизнь, течение вот этой современной реальности. Она вот как раз диктует контексты, и то, и все, и пятьдесят. Ну, появляются и такие фильмы, как «Вызов слов», «Пацана». Вот они громко прошли, громко премьеры. Я не думаю, что надо мерить только кассовым успехом кино для семейного. Я не думаю. Это было бы, наверное, неправильно. Только кассовый успех, значит, что семейное кино. Ну, слава богу, хорошо, что наше кино. Мы даже не очень пострадали от отсутствия на рынке большого количества продукции иностранной. Это реально. Мы не очень пострадали. Как сначала была заминка, а потом пытались свои смотреть. Потом уже образовались свои движения, там, новогодние эти все. На Новый год идет борьба за прокат, потому что на Новый год у нас, народ, идет кино. И, в общем, я говорю, тут главное, что процесс. Процесс вот этот пошел. Потому что, понимаете, это же непросто, правда. Воспитательная функция – это же вещь тонкая. Не только недалеко человек может подумать, но сказать правильно. Дети, ведите себя. Нет, нет, нет. Более того, и молодежь не любят, и дети не любят, когда им внедряют, навязывают. Нет, это должно само произойти. Вот здесь вот, в подсознании. И только тогда это имеет значение. И в данном случае, конечно же, имеет значение. Ну, я по себе знаю. И родительский какой-то пример. Причем не имеет, что были идеальные родители. Нет, сама их жизнь, самые поступки. Вы знаете, я маленьким был, бегал из дома. Там модно было у нас бегать из дома. Просто мода прямо была. И вот в эту очередь я чесанул. Мы что-то за зима была, мы что-то быстро смотрим, что-то холодно. И решили вернуться. Я, значит, возвращаюсь, ну, в предвкушении того, что я сейчас получу на орехи. Отца нет. И мать мне говорит, ну, ложись быстро в кровать. Отец бегает по всему городу, тебя ищет. И вот это такой урок был для меня пронизительный. Я лежу, жду, сейчас придет отец. Он меня ремнем, ну, не знаю, раза два-три всего охаживал. За курение там и еще чего-то такое. Но у меня не было в практике вот этого употребления ремня. Но тут, я думаю, сейчас я получу. А отец зашел тихо, сел на табуреточку, помолчал, чуть-чуть говорит. И дальше говорит, ну, как же ты так мог, сынок? И, вы знаете, я заплакал. И я больше уже не бегал никогда. И вот, понимаете, вот, нет, нет, нет. Нет, вот просто. Отец у меня был человек суровый. В общем, даже не в его характере. Вот такая лирическая фраза. Понимаете? Но это на меня подействовало громоубойно. Я перестал бегать. На этом кинофестивале появилась новая номинация имени Крошининникова, который вел «Сказку за сказкой» у нас на Ульяновской земле. И в ней конкурирует несколько киношкол детских. Вот насколько необходимы вот эти вот киношколы? Могут ли они вырастить? Могут. Киноботографисты? Обязательно могут. А потом, понимаете, кино и вообще вот это, думаешь, не кино имеем в виду, уже показывать. Потому что сегодня телевидение и кино переплелось. Это уже одно. Один процесс изобразительного вот этого там искусства принесла. И поэтому знать язык, надо его знать. Язык кино. Это как все равно, не умеешь читать, так ты ни одну книжку не прочитаешь. Не знаешь китайского, значит, на китайском не прочитаешь. И поэтому вот это, конечно, нет. Это очень полезное. Ну и полезное, а так интересное. Вообще иностранцы, знаете, что у нас потрясает? Это наличие вот этих всех разных кружков, что для нас до того естественное. Даже они уменьшились. Сейчас вроде возрождается это. Вот. В домах там, и разные кружки. И вот это через... Вот это вот точно замечательный процесс. Это приучение детей к социуму. К социуму. Вот. К жизни такой. Какой-то активной достаточно. Не просто там по улице гулять, ловить мух, стрелять из рогатки. Вот. Нет, нет, нет. Это очень... Это очень само по себе явление замечательное. А вообще вас программа порадовала? Очень. Если бы вы даже не спросили, я бы это обязательно сказал. Очень. Вы знаете, рискну предположить, что как никогда чего-то такая разнообразная. И в анимации, и в документальном кино, и в игровом, и в специальных показах. Мы с грамматиком Владимиром просто выразили полный восторг. Очень хороший. Мы начинаем собрать такую программу. Очень серьезно. Что лишний раз подтверждает, что нашим фестивалем занимаются серьезные люди. И дай бог, чтобы этот фестиваль жив. Ну, чтобы он был и все. И больше ничего. Владимир Иванович, вы можете вот обрисовать портрет, портрет кинорынка России сегодня? Ой, картина чуть-чуть однообразная. Но я надеюсь, она... Сейчас вот был недавно, буквально перед тем, как я сюда приехал, был пинчинг, пинчинг фонда кино. Рассматривалось там около 60 проектов. И вот я там увидел движение, увидел разнообразие. До этого меня чуть-чуть смущало однообразие. Все стали стремиться, все стали чебурашек хотеть снять. Вот, и холопов там. Ну, в общем, за коммерческим успехом немножечко потянулись больше, чем за вот качеством, за художественные достоинства, ну и так далее. Но сейчас я вот смотрю, вот судя по пинчингу, все-таки это уже все. Это уже другое, разнообразное, и без вот этой интенсивности. Владимир Иванович, а вы над чем работаете сейчас? Ой, у меня замечательный чумовой проект. В прошлом году исполнилось 30 лет моего фильма «Макаров». Вот, кто не видел это, шел по улице поэт. Маковецкий тогда прославился после этой картины, и купил он пистолет. И что вот этот пистолет стал делать человеку. И я решил сейчас, когда начались вот эти страсти вокруг, я один из первых среагировал, сейчас тоже на языке у всех, этот искусственный интеллект. И я придумал историю, как вот это, а заканчивается там маленьким мальчиком, картина, который не говорил, и первые слова, которые он произнес, там, в финале, слова Мальдештама, мне на плечики кидается вверх волкодав. Ну, Мальдештама, естественно, на плечи. Вот. И я тогда вдруг, у меня родилась, и почему она родилась? Я не сидел, не задумался, не придумывал, у меня родилась история. Этот мальчик вырос, ему 33. Вот. Он айтишник. И он делает... Возраст кристалли. Да. И он делает аватар своего отца, сегодня это уже реально, чтобы пообщаться с ним, которого он не помнит, не видел. Потом видит, что ситуация вышла там из-под контроля, и он делает свой аватар, уходит в этот мир. История невероятная совершенно. Но это история человеческая как раз. Как в том человеке поселить, человеческое, которое создало, аватар, который ничего не знает про эту жизнь. И как вот сын его погружает в того, в реальность. А к историческим личностям будете возвращаться? Того же Владимира Ильича, Ленина, я хотел напомнить, что скоро юбилей. Да. Ну, я уже отметился три, тихо, да, да, да. Три даже есть. Там любопытная история приключилась, как... Ну, версию канала, сделанную версию я, телевизионную версию. Они мне отдали. Я им дал возможность свою сделать версию, а я говорю, дайте мне права. И я сделал тогда фильм. И получилась центральная композиция вот этого триптиха. Ну, и сегодня... Вчера, сегодня ходили здесь, тут наказывал, тут вот этот дом купеческий, где жила учительница, тут это, тут это. Да вообще, если наполнил город, Гончаров. Ну, это потрясающе само по себе. Поэтому, но... Для этого нужна не дата, не дата, в данном случае, а идея. Какая-то идея, которая бы, в общем, потому что у нас исторических личностей достойных упоминаний много. Вот. И, в общем, я к этому отношусь естественно. Если возникнет какая-то идея, возникнет хорошее предложение, деньги, кино, без этого невозможно, то, конечно же, я с интересом и удовольствием буду этим заниматься. Спасибо большое. Успехов вам. И вам всего доброго. И успешного завершения фестиваля. Еще у нас несколько дней. А фестиваль удачи. Удачи, да. Спасибо. Спасибо.